Я имею в виду, конечно, Горбачева, Ельцина, Кровчука, Шушкевича, Шахрая, Бурубли, Саидали по списку. Вот кто были настоящие государственные преступники, которые имеют прямое отношение к развалу Советского Союза, незаконному развалу, и ко всем последующим событиям, в том числе и той крови, которая льется на территории Донбасса. Прокуратура Беларуси абсолютно права, что надо принимать решение по этому вопросу, потому что действительно был геноцид. Целенаправленное уничтожение славянских народов. Один из главных пунктов украинского национального движения – уничтожение Московско-Азиатской империи. Вот пока мы не уничтожим Московско-Азиатскую империю, нам, украинцам, счастья не видать. Мы никогда не построим полноценного, этнически чистого украинского государства. И вы думаете, западные кукловоды не знали об этой главной дектринальной установке? Мы вообще, вот как цивилизация, как народ, должны гордиться тем, что мы подарили человечеству таких титанов, как Ленин, Сталин. Ну и дальше можно продолжить. А мы сами собственными руками их поливаем грязью. Евгений Юрьевич, рад приветствовать вас. Да, взаимно. Здравствуйте. Давно не виделись. И я всегда с большим удовольствием с вами встречаюсь и даю вам интервью. Спасибо огромное. На добром слове. Для нас это тоже удовольствие встреча с вами и для наших подписчиков, и зрителей, и читателей. Я в этом уверен. Ну, хотя бы по тому, какие комментарии люди пишут. Спасибо вам большое. Начну вот с какого вопроса. Российские политики некоторые вновь озаботились историей Крыма тут на днях. Я знаю, что вы высказывались уже на эту тему. Вообще, вот на ваш взгляд, насколько это все имеет смысл? Вот обращение вот к тем решениям. Права мощные были, неправа мощные. Там процедура соблюдалась, не соблюдалась. Ну, если уже говорить непосредственно о Крыме. Есть ли в этом смысл вообще сейчас? Нет, конечно. Никакого смысла в этом нет. Это чистого пиар. Причем я замечу, что пиар не очень умный. Поскольку, если подходить сугубо с юридической точки зрения, то все было сделано в рамках советского законодательства. И выдумывать всякого рода ухищрения на пустом месте, ей-богу, не стоит. Я специально... Я, кстати, занимался этой проблемой, когда писал свою книгу «Крущевская слякоть». И у меня там есть отдельная небольшая главка про крымскую эпопею. Я искал документы, нашел эти документы, внимательно их почитал. Так что я в курсе того, что происходило, как принималось решение, кто был главным двигателем, каковы были мотивы принятия этого решения и т.д. и т.п. И плюс я еще, помимо исторического, не имею юридическое образование. Поэтому меня, что называется, на мяки не проведешь. Я специально посмотрел тексты и союзные, и республиканские конституции, чтобы лишний раз убедиться в том, что с юридической точки зрения было сделано все, как положено. Поскольку в союзной конституции, например, 14-я статья, она прямо определяла полномочия Верховного Совета, а между сессиями Верховного Совета его руководящих органов, в том числе президиума, по утверждению границ, по образованию новых субъектов федерации, в том числе областей, краев и т.д. Так что здесь никаких нарушений законодательства не было. Другое дело, что там со стороны Президиума Верховного Совета РСФЦР была нарушена процедура принятия, потому что по протоколу заседания на нем присутствовало 15 человек, а должно было быть как минимум 17, поскольку списочный состав Президиума был 33 человека. Ну вот эти такие мелкие детали, ведь насколько они сейчас могут, в принципе, повлиять на что-то? Совершенно другое время и совершенно другие реалии, и что касается Крыма, это уже тоже совершенно другая реальность, и уже не первый год, что называется. А я знаете, что вам хочу сказать? У меня подозрение, что у нас все время пытаются все наши проблемы свалить прежде всего на советских вождей. И неважно, кто это, Ленин, Сталин, Хрущев или Брежнев. Но реальных авторов всех вот этих проблем, мягко так скажем, почему-то у нас не принято называть, а тем более осуждать. Я имею в виду, конечно, Горбачева, Ельцина, Кровчука, Шушкевича, Шахрая, Бурубли, Саидалия по списку. Вот кто были настоящие государственные преступники, которые имеют прямое отношение к развалу Советского Союза, незаконному развалу, и ко всем последующим событиям, в том числе и той крови, которая льется на территории Донбасса, по России уже третий год. Но у нас почему-то это не... Вот надо признавать преступность самих Беловежских соглашений, их абсолютную незаконность, нелегитимность. Поэтому все вот эти вот инициативы Цекова, Затулина и других депутатов, сенаторов, на мой взгляд, они носят чисто какой-то популистский такой характер. И вот принятие или непринятие какого-то закона о признании незаконности, т-т-т-т-т. Слушайте, я вас уверяю, что в Советском Союзе были юристы не хуже, чем нынешние, а может быть, даже и лучше. И с точки зрения юридического оформления тех решений, которые принимались, они уж точно дадут фору современным юристам. Это 100%. Вот вы упомянули о такой нехорошей тенденции действительно валить все на советских вождей. Можно понять, почему так происходит. Потому что они уж давно почили, что называется. Я просто обратил внимание, у вас на заднем плане портрет Сталина. Помните знаменитое его изречение, когда он говорил в 43-м году, по-моему, «После моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его». Вот как вы думаете, уже настало то время, когда вот эта куча мусора, которую, безусловно, нанесли, и нанесли много, уже начинает развиваться? Ну, эти слова действительно приписывают Сталину и ссылаются при этом, как правило, на Калантая. Что якобы вот в разговоре с Александром Михайловным он высказал эту мысль. Калантая – это известный деятель российского революционного движения с дореволюционным стажем, потом наш знаменитый посол в Швеции, ну и так далее, и так далее. Я не знаю, говорил Сталин это или не говорил, но вот про кучу мусора вы абсолютно правы. Вот начиная с хрущевских... Даже если не говорил, то по факту это так, собственно, и случилось. Конечно, конечно. Вот начиная с хрущевских времен, а особенно с горбачевских времен, на могилу Сталина нанесли такую кучу мусора, причем лживого мусора, предельно, знаете, сознательного и предельно грязного, мерзопакостного. И многие, к сожалению, утонули в этом мусоре и до сих пор продолжают в этом мусоре барахтаться. Потому что действительно мы, как ученые, историки, должны очищать нашу, не только нашу, но прежде всего нашу отечественную историю от этих завалов мусора. Это же касается не только фигуры или эпохи Сталина, это касается и фигур других выдающихся представителей отечественной истории. Не только советского периода, но прежде всего советского периода. А на Ленина сколько вылета грязи и помоев. Слушайте, мы вообще, вот как цивилизация, как народ, должны гордиться тем, что мы подарили человечеству таких титанов, как Ленин, Сталин. Ну и дальше можно продолжить. А мы сами собственными руками их поливаем грязью. Скажите мне, давно ли мы сами, значит, топтались на костях и поливали грязью пакт Молотова и Бентропа? Причем на самом высшем уровне. Говорили, что это преступный сговор двух диктаторов, который положил начало Второй мировой войны и т.д. и т.п. То есть, мюнхенский сговор уже и не сговор, а вот Молотова и Бентропа – это сговор. Да, да. Понимаете? И мы очень хотели понравиться Западу в этом. Что вот, дескать, мы тоже так же, как и вы, осуждаем. Потому что я напомню, что еще в 2009 году, то есть 15 лет назад, когда отмечался юбилей подписания Советско-германского договора 1939 года, ну, то, что мы называем пакт Риббентропа-Молотова, да, ведь Европарламент установил 23 августа, то есть дату подписания этого договора, днем жертв гитлеризма и сталинизма. И мы не просто не промолчали, а мы поддержали активно это. То есть в нашу историю Европарламент плюнул, а мы не просто поаплодировали, а в догонку тоже плюнули. Больше того, одна деятельница, я не буду упоминать ее фамилию, сказала, что Сталин еще больше преступник, чем Гитлер. И мотивировала следующим, что он ярче горит в аду. В аду ярче горит Гитлера в два раза. Вот я вам цитату из нее не вожу. Знаете почему? А потому что Гитлер уничтожал чужие народы, а Сталин свой собственный. Вы понимаете? А как она замерила, интересно, вот эту яркость? Я не знаю. Этот человек, кстати, до сих пор занимает высокий пост в одном из министерств нашей страны. Так что вот так вот. Но она переобулась в воздухе, как и многие-многие другие чиновники и, так сказать, вершители судеб и владельцы человеческих душ и умов. Кто-то мотанул, но далеко не все. Я вас уверяю. Тут притаившихся пятиколонников и шести колонников полным-полно. Люди без принципов, без совести. Как ветер подует, так они и перевернутся. И сегодня они ширые патриоты, завтра они станут не менее ширыми либералами, западниками. Послезавтра сознут любить, например, какую-нибудь Индонейю с Японией. Ну и так далее, и так далее. Это вообще вещь очень-очень страшная. Ведь, по сути дела, руками этой самой пятой колонны был развален Советский Союз. Причем эти люди окопались на самых высоких этажах власти и в партии, в государстве, и в силовых структурах. Вы что думаете, Горбачев пришел... Вот как раз сейчас была очередная годовщина его прихода к власти 11 марта. Вы что думаете, он пришел в стан каких-то врагов? Да нет. Его приход к власти был встречен овацией прежде всего сотрудников центрального партийного аппарата, который уже разложился к тому времени полностью. От, так сказать, большевизма первых лет советской власти в этом аппарате ничего не осталось. Там даже ничего не осталось от социал-демократии как таковой. То есть это были уже перерожденцы, мелкобуржуазные лавочники, которые носили партийные билеты, с высоких трибун говорили одно, а в куларах между собой другое, а записки вышестоящему начальству третьей. То есть это люди жили с двойной, тройной, четверной моралью. Ладно бы они жили сами по себе. Это же люди определяли во многом курс движения страны вперед. И у нас никак не могут понять одну простую вещь, что, казалось бы, вот эти вот решения, ну, подумаешь, они приняли какое-то неверное решение, которое можно исправить, ну и так далее, и так далее. Так за это люди расплачиваются кровью. Вот сейчас у нас, кстати, будут выборы президента, и вот многие ведь не задумываются над этим, что на самом деле эти события носят судьбоносный характер, потому что от твоего неверного решения, от неверного решения твоего соседа или членов твоего коллектива, твоей семьи и так далее, и так далее, в каком-то будущем, недалеком или отдаленном будущем, люди будут расплачиваться такой же кровью, как сейчас расплачиваются кровью жителей Восточной Украины. Вот за те решения, которые были приняты в 91-м году. И за ту политику, которую проводил Горбачев, начиная вот с 87-го года. Я имею в виду, начиная с январского пленума 87-го года, поскольку именно этот пленум дал старт так называемой перестройки. Я вот в новой своей книге как раз публикую практически полностью два письма Александра Николаевича Яковлева, или две записки, вернее, Горбачеву, которые он написал еще в декабре 85-го года. В декабре 85-го. Причем, по его же свидетельству, первую записку о главным образом политической реформе он отправил Горбачеву тогда же, в декабре 85-го. А вторую побоялся тогда направить. И направил ровно через год, в декабре 86-го, когда он уже был не просто зав. отделом агитации и пропаганды, то есть вернулся опять в аппарат ЦК, из которого был изгнан в 73-м году по воле Брежнева и Суслово. Но когда он уже стал секретарем ЦК, то есть когда он стал уже главным по тарелочкам в высшем руководстве партии, и там, ну, слушайте, почитайте вот эти записки, у вас просто волосы встанут дыбом. То есть там сознательно была прописана прям попунктно, прям попунктно, программа разрушения советского общественного строя, государственного строя, наших общественных отношений, дтп, она с блеском была реализована Горбачевым. А потом нам говорят, что никакого плана перестройки не было. Был. Причем попунктный план. Они знали, что... Ну да, вряд ли это было какое-то стихийное такое явление. Это сейчас уже очевидно становится. Тем более есть документы, подтверждающие. Вот вы упомянули о пятой колонии, которая до сих пор, как вы говорите, ее представителей много, в том числе и во властных структурах и так далее. Выборы. Основной день голосования 17 марта, безусловно, очень важное событие. И России, да и не только. Выборы в таких государствах влияют, в общем-то, и на мировую повестку очень серьезно. Но вот, на ваш взгляд, выборы и пятая колонна. А вот после того, когда воля изъявления российского народа все-таки произойдет, ну, можно так примерно представлять его результаты, наверное, ну, во всяком случае, по тем опросам, которые публикуют заранее, социологи. Судьба пятой колонны какова после этих выборов? Мне трудно сказать. Дело в том, что надо просто знать психотип Путина. Ему комфортно работать с людьми, которых он давно и хорошо знает. И он с плеча не рубит. Это не Ельцин. Если человек действительно серьезно проштрафился, то понятно, что Путин его из своей команды убирает, безжалостно убирает и правильно делает. А другое дело, что в этой путинской команде тоже там есть действительно настоящие патриоты, искренние, болеющие за судьбу страны, которые не переобувались в воздухе. Но я в данном случае вам могу назвать фамилию Бастрыкина. Да. Я немножко знаком с этим человеком. Александр Иванович, он всегда был патриотом своего отечества. Вне зависимости от конъюнктуры политической. К Бастрыкину у меня есть доверие как к государственному деятелю и члену путинской команды. А вот, например, к господину Силуанову у меня нет такого доверия. Понимаете? То, что он яркий представитель вот той самой либеральной команды, младой реформатор в розовых штанишках, это стопроцентно. Я имею в виду не только Гайдара Чубайса, но того же Кудрина, который сейчас затаился. При этом я замечу, что у Кудрина ведь личное отношение с Путиным, по словам самого же президента, довольно хорошее. И даже были одно время чуть ли не приятельские. А где сейчас Кудрин, извините? Вице-премьер, министр финансов, по-моему, в Израиле. Если будет действительно меняться курс на создание суверенной экономики, то совершенно очевидно, что надо менять социально-экономический блок правительства. Там есть какие-то подвижки, видно это. Но окончательного разрыва с прозападным либеральным или пролиберальным курсом не происходит. А с чем это связано? Мне трудно сказать. Многие говорят о том, что и сам Путин является приверженцем этого либерального курса. Но понимаете, дело в том, что сила любого политика, а уж тем более государственного деятеля, заключается в том, чтобы он на крутых виражах истории все-таки умел отделить личное от общественно важного. Да, и где-то даже наступить на горло собственной песни, отвечая, как у нас принято сейчас говорить, на императивы времени. Я в данном случае могу привести пример того же Ленина и Сталина. Когда они, вопреки своим собственным идейным идеологическим установкам, совершали крутые повороты на виражах истории. Вот возьмите ленинскую экономическую политику 17-22 годов. За какие-то пять лет трижды менялся курс экономический. Причем коренным образом. Понимаете? И менялся он именно потому, что Ленин, как настоящий марксист-диалектик, отталкивался не от диктринальных установок марксизма, а от понимания анализа той конкретной ситуации в стране, которая складывается в экономике. Вы что думаете, он был большим поклонником НЭПа, что ли? Да нет, конечно. Он прекрасно понимал, что НЭПман – враг советской власти. И что сама идеология вот этих квази-рыночных отношений, они ведут в страну вовсе не к социализму. Но обстановка в стране сложилась такая, что он вынужден был сделать вот этот резкий поворот от военного коммунизма к политике НЭПа. Более того, в его осмыслении НЭПа, возьмите его работы, например, мая 21-го года и последние работы там о кооперации, это уже конец, осень 22-го года, которую он уже не писал, а над диктовывал. Поэтому, кстати, многие стоят под сомнение авторства этих ленинских работ. Но мы сейчас не об этом. Ведь он сначала НЭП как представил? Что это временное отступление, вызванное неудачами политики военного коммунизма. Временное отступление. Что мы еще вернемся к террору и к террору экономическому. Буквально через два месяца в своей статье о праднологии он пишет о том, что НЭП – это всерьез и надолго. Что в НЭПе больше старого, чем нового. Напоминая о том, что такая же политика НЭПовская проводилась в первые месяцы советской власти, после красногвардейской атаки на капитал. Где-то с весны 1918 года пока не полыхнула широкомасштабная гражданская война. Там был небольшой люфт несколько месяцев, когда Ленин вернулся к идеям госкапитализма, на базе которого в условиях советской власти можно было строить основы социализма, поскольку госкапитализм – это и есть нечто обобщиствленное, а значит поддающееся учету и контролю. А с точки зрения Ленина социализм – это и есть. Учет и контроль прежде всего. Вот. Дальше. В ноябре 2021-го он пишет новую статью о значении золота теперь и после полной победы социализма. И там, о ужас, ему аплодируют все ревизионисты и берштянцы. Ну, я в данном случае иронизирую. Он там пишет о том, что в коренных вопросах экономического строительства, в коренных вопросах экономического строительства, мы должны перестать ломать все через колено, взять на вооружение постепенно обходной метод, учиться у капиталистов торговать и т.д. и т.п. Вот его какое понимание НЭПа. А потом уже, ну, мы знаем, что в мае 2022-го не случился первый инсульт, но тем не менее он продолжал работать. И вот последняя, одна из последних его диктовок о кооперации, Ленин, по сути дела, реабилитирует в марксизме идеи прудонизма, то есть кооперативного движения, и пишет о том, что для нас в условиях советской власти простой строй кооператоров тождественен росту социализма. Простой рост кооперации в условиях советской власти тождественен росту социализма. Вот как ленинская мысль работала. А почему? А потому что он был диалектик, он исходил из жизни, он давно искал пути вовлечения вот этого русского крестьянина, прежде всего середняка, который был двуликим янусом, с одной стороны собственник, с другой стороны труженик, строительство социализма, как его заинтересовать, чтобы для него социализм стал родным, его общественным строем, чтобы наша деревня не порождала нового буржуя. Потому что по своей психологии любой крестьянин, ну, я не беру там, значит, бедноту, но любой крестьянин более-менее сносный, он по своей психологии мелкобуржуа, понимаете? Как это мелкого буржуа заставить строить социализм? Тем более Россия была крестьянской страной. 80 процентов, а то и больше населения, вот на момент окончания гражданской войны, это было крестьянское население. Так что мне кажется, что вот этот опыт, исторический опыт, в том числе Ленина и Сталина, безусловно, Путин, как человек неглупый, он должен учитывать. И где-то, где-то в реализации, в том числе и своей экономической политики, наступать на горло своим традиционным представлениям, которые у него сложились еще в тот период, когда он работал под руководством сообщака. Я думаю, что именно тогда формировались его основные экономические модели. Я же напомню, кстати, что Путин, он же кандидат экономических наук. Вы не думайте, что он не разбирается в экономике. И я хочу сказать, что по своим идейным воззрениям он вовсе не социалист. Но он сторонник частной собственности, он сторонник развития бизнеса, ну и т.д. и т.п. Но опять-таки, вот в нынешних условиях, когда мы ведем войну с коллективным Западом, когда все наши попытки встроиться вот в этот буржуинский мир на равных, про они-то провалились, значит, на мой взгляд, и президент страны должен уже вот с учетом этого исторического опыта менять где-то свои подходы и взгляды. И вот это, кстати, очень сильная сторона каждого политика, опытного политика. На ваш взгляд, после выборов стоит ожидать каких-то резких таких изменений политического, возможно, в том числе и экономического курса России. Нет, нет, я, слушайте, Путин, он вообще не резкий человек в своих действиях. Вот все-таки я так за ним давно наблюдаю. Он-то как раз делает все очень постепенно. И очень многим кажется, что медленно. И действительно создается такое впечатление, что вот проблема перезрела, а он почему-то не принимает решения. Ну, мы же каждый судим со своей кочки, со своей колокольни, понимаете? Мы-то как обыватели и как умники начинаем размышлять, а этот человек обладает реальными полномочиями и реальной властью, и любое решение, которое принимается им уже твердо и окончательно, оно влечет за собой колоссальное количество разного рода последствий, в том числе и негативных. И ему приходится вот это все взвешивать, вы же поймите. Вот сегодня мне задали вопрос по поводу ЕГЭ. Я категорически противники ЕГЭ всегда был и буду, но если мы сейчас начнем ломать ЕГЭ через колено, мы сделаем еще хуже в 100 кратах, чем в нынешней ситуации, понимаете? Вот я вам просто маленький пример привел, что можно принять популистское решение, все, с завтрашнего дня отменяем ЕГЭ, а куда вы денете умонастроение самих школьников, их родителей, целого поколения учителей, которые не работали в иной системе образовательного процесса. Ну, безусловно, если менять, то надо чуть-чуть готовить почву для этого, и что-то предлагать сразу, и люди должны быть к этому готовы. Евгений Юрьевич, еще по исторической правде спрошу вас. Вот в Беларуси идет процесс, большой процесс, и большая работа. Застрельщиком в этом деле является белорусская прокуратура, дело о геноциде белорусского народа. После Великой Отечественной войны как-то это слово мы избегали по отношению к нам. То есть слово геноцид, это было где-то там, где-то в Африке, где-то, может быть, даже в Европе, но только не по отношению к нам. И вот сейчас как-то стали говорить об этом слух, потому что, во-первых, действительно так по всем признакам. И вот один из, скажем так, эпизодов сейчас прямо вот в Минске идет процесс, ну, уже завершается. Над Владимиром Катрюком, это один из карателей Хатыни, один из самых жестоких людей, которые там были в этом 118-м батальоне, на его руках уже доказано не менее, там, под 400 смертей, из них там четверть, больше четверти это дети. Долгую историю он осел, угадайте где, в Канаде, после войны. Советский Союз долго пытался добиться его выдачи, так ничего и не получилось, там он и умер. Но и сейчас вот процесс, несмотря на то, что он уже, собственно, его нет в живых. И вот многие, знаете, говорят, а зачем вот, ну, как бы уже все, уже человек умер, и что смысл в этом суде? Прокуратура резонно отвечает, смысл, понятно, что его уже нет. Но в том, чтобы рассказать, что он делал. Чтобы люди понимали и помнили, что это происходит. Вот тем, которые говорят по отношению к таким процессам, а зачем? Что бы вы сказали? Нет, ну, прокуратура Беларуси абсолютно права, что надо принимать решение по этому вопросу. Потому что действительно был геноцид. Целенаправленное уничтожение славянских народов. Прежде всего, конечно, белорусов, украинцев и русских. Причем пострадало, безусловно, более всего Беларусь. По разным оценкам, от третьей до четверти всего населения Беларуси было уничтожено. Вот не случайно, кстати, именно в Беларуси столь мощным было партизанское движение. Партизанская республика. И, кстати, весь послевоенный период Беларуси возглавляли именно партизаны. Вот как ни посмотришь. Так сейчас модно говорить партизанские элиты руководили страной. Вот, кстати, люди, которые прошли через горнило войны, они выхрестивались в настоящих людей. Поэтому к Беларуси всегда и к белорусам, как к руководителям, всегда было такое трепетное отношение и уважительное отношение. Потому что это люди были дело, слово доказавшее и свою преданность и советскому общественному строю, и своей земле не на словах, а на деле, на практике. Поэтому они, кстати, искренне почитались в народе. И тот же Мазуров, и тот же Машеров, и Киселев, ну и многие-многие другие, кто руководил. Тот же Потоличев, кстати. Он, правда, не очень долго руководил Беларуси. Но, тем не менее, тот же Михаил Васильевич Зимянин. У нас и на общесоюзном уровне было много выходцев из Беларуси, которые пользовались настоящим уважением. Шаура тут же, который рулил нашей культурой, это не НИЦК. Да, так вот, сейчас вот я буквально перед вами разговаривал с Егором Яковлевым, который будет защищать вскоре диссертацию, посвященную плану ОСТ и вообще политике геноциды. Он накопал чрезвычайно много и ввел в научный оборот буквально новые документы, которые доказывают, что геноцид по отношению к народам Советского Союза это была заранее выработная, очень подробная, очень цельная программа уничтожения, физической ликвидации целых народов. Прежде всего, конечно, славянских народов. И вот эта политика нацизма, она, к сожалению, не получила реального изучения уже в послевоенный период. То есть провели Нюрнбергский процесс, наказали самых крупных нацистских преступников, начали как бы деноцификацию, но по-настоящему деноцификация была проведена только на территории ГДР, то есть советской зоны оккупации. А на территории ФРГ американцы проводили политику деноцификации не просто спустя рукава, а за делом, а то, чтобы использовать бывших нацистов, в том числе и в антисоветской борьбе. На территории той же Венгрии никакой деноцификации не проводилось, на территории тоже Румынии то же самое. Более того, в послевоенный период в том же, например, МИДе, в германском, в западно-германском МИДе было полным-полно членов НСДАП. Дальше. Курт Кизингер, один из канцлеров Германии в начале 60-х годов, после Аденауэра. Так он был членом НСДАП. Канцлер Германии. О чем мы говорим тогда? Понимаете? Поэтому, мне кажется, что сейчас, когда мы ведем действительно борьбу с украинским нацизмом, а ведь надо же понимать, что украинский нацизм – это лишь орудие в руках, понятно, его кукловодов, то надо напомнить и нашим гражданам, и вообще всем думающим людям о том, что собой представляет нацизм. То, что они вытворяли на оккупированной территории, не только в Советском Союзе, на территории той же Польши, ну и так далее, и так далее. Но в данном случае напомнить даже самим полякам, что вытворяли гитлеровские палачи на территории Польши, и сколько поляков погибло в годы войны. Они сейчас хотят опять побоевать, хотят опять на свою голову навлечь беды и страдания. А ведь погибло-то 6 миллионов поляков. Среди европейских народов поляки понесли, пожалуй, самые крупные потери. Но если брать еще сербов, ну, Югославов, я имею в виду, и так далее. Ну, кроме Советского Союза. Мне кажется, что вот этот курс на осуждение геноцида, на юридические все процедуры, связанные с осуждением, это очень верный курс. Чтобы другим не повадно было, и чтобы в памяти, в том числе и этих негодяев, и их потомков, что они от возмездия не уйдут. Вот здесь вот на мозжечковом уровне закрепилось, что от возмездия они не уйдут. А то, что избрали киевский режим Зеленского как ударный кулак против России и Белоруссии, я вот в данном случае хочу на это сакцентировать внимание. Не только против России, но и против Белоруссии. Совершенно очевидно. Почему там не тех же украинских, прошу прощения, не тех же белорусских нациков, которые есть не тех же припалтийских нациков или молдавских каких-нибудь, использовали как орудия. А потому что только украинцев в доктринальных установках, то есть у украинского националистического движения был один из главных пунктов. А может быть даже самый главный пункт, который был сформулирован Донцовым почти сто лет назад, в 1926 году, в его книжке «Национализм», которая была опубликована в Вене. Один из главных пунктов украинского национального движения. Уничтожение Московско-Азиатской империи. Вот пока мы уничтожим Московско-Азиатскую империю, нам, украинцам, счастья не видать. Мы никогда не построим полноценного, этнически чистого украинского государства. И вы думаете, западные кукловоды не знали об этой главной доктринальной установке? Конечно, знали. Да их не надо было убеждать, чтобы они воевали с нами. Они готовы были сами ринуться в бой. Понимаете? У них это вот здесь, на Можечковом уровне. Вспоминайте того же Корчинского, одного из идеологов современного украинского нацизма. Он об этом говорил еще 10 лет назад. Только у нас мимо ушей это все пропустили. Поэтому Собчак, к которому я отношусь довольно критически, будучи тоже неглупым человеком, правильно сказал еще 30 лет назад, что война между Россией и Украиной будет неизбежна. Почему? А потому что с самого начала Кравчук, пришедший к власти на Украине, опирался прежде всего на Бандеровское подполье. И он начал строить Украину как антироссию. Правда, он как ширый, хитрый хокол там вилял хвостом, а затем Ющенко, прошу прощения, а затем Кучма подхватил это знамя. Вроде русский человек, секретарь Порткоман, и Южмачин, Днепропетровск, и пишет книжку «Украина, не Россия». А наши идиоты ему здесь в Москве сделали шикарный пабли-сити, сделали такую презентацию книгу. Так вот она, «Украина, не Россия». Ну и понеслось, поехало. Они просто ждали несколько десятков лет, чтобы вымерло вот это советское поколение. И подросло наоборот новое поколение, которому тогда же с 90-х годов, в том числе через учебники истории, художественные фильмы и все такое прочее стали промывать мозги. По тому же алгоритму Яковлева, что и в годы перестройки промыли мозги десятками миллионов наших людей. Вот и все. Спасибо большое, Евгений Юрьевич, за этот разговор. Как всегда, с вами интересно. Всего доброго и удачи вам. Да, спасибо. Еще раз хочу передать слова любви и благодарности замечательному белорусскому народу и вашему руководству, которое столь критически тяжелый момент для нашего народа, для нашей цивилизации, подставили плечо и протянули руку истинной дружбы и помощи. Это дорогого стоит. Но я никогда не сомневался в белорусах. Действительно, великий народ, народ-труженик, народ-победитель, народ-герой. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова